Всем привет, на связи Смоук и Фикс, и сегодня у нас с вами будет воскресный монолог от Деда Смоука. В этом виде я поделюсь с вами своими наставлениями насчет того, как все-таки начать в своей жизни делать рывок в сторону успеха. Не эфемерного, а конкретного. У нас есть цель – заработать денег на финансовом рынке. Вот как сделать рывок в эту сторону? Что сделал я и что я буду советовать вам, пацаны? Видик будет полезный. Давайте так, в начале пост старинки под, навалите сюда тех лайкосов и будем с вами приступать. Как я от абсолютно стандартной жизни в плохом смысле этого слова пришел к тому, что мой крайний вывод – это полтос. Полтос – зелень. Охренеть. Плюс вот такой вот супер-пупер алгоритм я сделал для тренировок. 20 плюсов ряд ночью. Ну, пацаны, это точно стоит внимания. Смотрите, давайте вначале проведу анализ впервые на самом Покете. Вы вообще представляете? Обычно не провожу движение на повышение. Заходим по потенциалу 1 доллар на 5 минут, чтобы чисто у нас не было статичной картинки. Будем следить за движением цены. И будем с вами… Приступаем уже. Не будем, а приступаем. Смотрите, тематика у нас сегодня такая. Ты уже, предположим, ты уже разобрался, да, что ты хочешь заняться вплотную изучением трейдинга. Ты уже знаешь, что теханализ это хорошо, что объемы работают. Тебе это импонирует. Ты хочешь начать. Как это сделать? Непонятно. Почему непонятно? Во-первых, ты сталкиваешься с сложностями. Какими? У тебя есть твоя жизнь. Ты от нее не можешь убежать. Это 100%. У тебя есть, скорее всего, работа. Не работа, так учеба. У тебя есть окружение, которое на постоянку находится с тобой и что-то от тебя требует. Это родители, бабушки, дедушки, девушки, невесты, жены, жены и дети, жены и мамы твоих жен, да. Вот они что-то все время от тебя хотят с тобой взаимодействовать. Ты кого-то должен куда-то отвезти, что-то сходить купить. И ты думаешь, да, да, хорошо, я сделаю. Но, блин, мне же хочется окончательно сосредоточиться на трейдинге. Как это сделать? Как? Так, пацаны, я расскажу вам, как этот период проходил у меня. Вот прям полгода. Как у меня проходили полгода. Это как раз те полгода, в которые я и окончательно, я окончательно и окончательно, да, окончательно решил всю свою жизнь связать с заработком на рынке, на финансовом, на фондовом. Мало кто знает, но одно из первых мест, где я начинал торговать, это была Чикагская товарная биржа. Но это, я думаю, для другого видика будет также интересно. Теперь, внимание, да, что я сделал. Так как у меня тогда были накоплены бабки уже, но бабок мне бы хватило, пацаны, мне хватило, хватило на еду. И этот сложнейший промежуток я находился у, внимание, двоюродной сестры в загородном доме. Вот такая вот ситуация, да, я находился в загородном доме большую часть времени. И теперь смотрите, что я сделал, чтобы освободить себя от этих оков обязанностей. Во-первых, меня тогда бросила любовь всей моей жизни на тот промежуток. То есть минус девушка, да. Дальше смотрите. У меня были друзья, которые максимально в тот промежуток времени, я сейчас вам скажу точно, вспоминаю, пацаны. Не обессудьте, к видосам не готовлюсь. Смотрите, этот был промежуток, по-моему, зима и еще был снег. Возможно, январь, февраль, март и вплоть до лета. Вот где-то полгода, смотрите, девушки нет, друзья веселятся, курят, бухают. Им так хорошо, они кайфуют. Давай с нами. Пацаны, я просто, я говорю как есть, я покидал в черный список всех типов. Всех там, кроме одного кента, с которым я с самого детства, вот с коляской вместе, вот с ним я общал, с одним кентом. Всех остальных в черный список. И я просто закрылся дома. Вот я просто закрылся, я реально полгода, я ничего не делал, кроме того, как полностью посвятил себя рынку, абсолютно полностью. Да, у меня условия соответствовали. Я накопил бабок на жизнь, да, то есть, слава богу, на жизнь не безбедную, я ничего себе не покупал, просто, знаешь, мне хватало как бы на хавчик, там на проезд, если куда-то съездить. Опять же, за этим самым хавчиком, да и все по сути. То есть, на еду, да, там, дать каких-то денег за жилье нормально было. То есть, обязательно условия, ну, ты должен быть в спокойствии. Ты не добьешься ни хрена, если тебя все время будут дергать. Вот меня дергали до этого промежуткой, у меня ни хрена не получалось. А потом, знаешь, одна проблема сама по себе ушла, я про любовь всей моей жизни. Потом от кентов я осознанно отошел, потому что, вот в моменте я понял, что, блин, это никуда меня не приведет, 78 центов, домой, вот. Никуда меня не приведет, точно не в хорошую сторону. Ну, достаточно некомфортно было в плане в начале. Я сначала на характере сел, все, давай изучать трейдинг. И все равно, знаешь, оно мелькает где-то, что они там все гуляют, там, девчонки, крепкие напитки, клубы. Тогда как раз такая заря происходила. Нет, я полгода, я просто закрылся. И вначале реально, знаешь, прям подавливает. Подавливает, типа, результата еще нет, а ты отказываешься от каких-то таких приземленных кайфов и вбросов дофамина такого. Но я закрылся полностью. На полгода, вот плюс-минус полгода, 5 месяцев, 7 месяцев, 6 месяцев, полгода, я говорю. Не помню точные сроки, конечно, уже. Но полгода я просидел, я просто каждый день. Вот я садился и изучал трейдинг. И я занимался. Занимался, я имею в виду физухой. Там у них была такая спортплощадка небольшая, турник, брусья. И получается каждый день одно и то же, да. То есть у меня трейдинг, у меня турники, брусья. Трейдинг, брусья, турники. Нормальный такой треугольник был. И получается, прикольно было на самом деле. Я тогда, тогда я был, сколько, 87, где-то весил, может. Ну, молодой такой был, 87, сухой. А потом как раз перло до сотки где-то. Причем очень быстро до соточки. Нормально так меня расперло на брусьях. Спиняка, как у медведя была. Короче, прикольно было. Вот я так, к слову, вспоминаю. Основной посыл. Это же просто монолог. Делюсь с вами, то, как это было у меня. Вспоминаю, прям прикольно так. Вот каждое воскресенье вспоминаю новую историю, которую уже забыл 300 раз. Да. Мой вам совет. Вы обязательно должны, вот, ищите момент. Вот будьте в поисках. Копите бабки. Но вы должны быть в спокойствии. Поверь, вот эти полгода, что меня не трогали, это равносильно, как 10 лет сидеть, и когда тебя дергают все время, отвези меня туда. Так, иди, сходи, забери то у того. Так, подожди, а на работе что? А на работе там вторая смена у тебя. А там то, а пятая, десятая. Ты понял? Вот все в таком духе. Оно безумно отвлекает, я это знаю. Кстати, вот я сейчас так думаю, и реально, походу, вот в этом и есть ключ. Вот в моем случае, да. У меня пропал фактор раздражительности моей. Из-за, вы поняли, из-за дамы, из-за кентов, которые курили, бухали, отдыхали, гуляли. Также я от этого всего отказался. И ты понимаешь, что в моменте это было, реально казалось, что, боже, это такая потеря, как я без этого всего? Ну, пацаны, ну о чем мы вообще с вами говорим? Вот сколько лет прошло, где вообще, где они все? Я не знаю даже, ты понял? Вот я задумался, а где все вот те типы, с которыми мы висели? Нет, ну я знаю, там несколько село, пару откинулось. Остальные я даже не знаю где. Ну, может какие-нибудь разнорабочие. Ну, у них даже нет никакой профессии. Ни у кого. Вы вообще вдумайтесь. А тогда казалось, блин, все так классно висят, отдыхают, ты один сидишь тут в граммике втыкаешь. Ну да, сейчас как-то видишь ситуация, ситуация вообще по-другому. Вот кто бы мне сказал тогда, что, слушай, там, например, через 12 лет у тебя будет вот такая жизнь. И рассказали бы мне, да? Я бы в жизни не поверил. Вот веришь. Не поверил бы ни за что. Я бы подумал, ой, ну это как пожелание от бабушки на день рождения в детстве было, знаешь. Внучек, желаю тебе всего самого лучшего, чтобы и машины, и деньги, и квартира, и там, женщины, и вообще все. Вот это звучит примерно так же. Я бы в жизни не поверил. Ну а по факту, ну, я думаю, вы понимаете, я не могу жаловаться на свое положение сейчас. Да, мне пришлось в молодости чем-то уступить. Но если меня вернуть назад, я бы жалел о том, что я еще раньше это не сделал. То есть полгода в огромной, ну, если мы возьмем там среднюю жизнь на длительность, но полгода это вообще ни о чем. Причем полгода, это же не в тюрьму тебя закрывают. Ты можешь жить и так же кайфовать, но будь добр, уделяй внимание вот этому вот. Ты должен смотреть на графики. Ты должен уделять... Ты должен смотреть на графики. Ты должен уделять им внимание. Ведь если ты это не будешь делать, тебе это растянется на 10 лет, и скорее всего ты просто забьешь болт. Да, я думаю, что скорее всего ты забьешь болт. Как это делают многие. В общем, уже можно сбиться с мысли, да. Давайте все-таки, ну, еще раз. Мне прям хочется проговорить. Вам нужно спокойствие. 10 лет вы не выдержите, вас будут дергать. Ищите это спокойствие. Вам нужна такая штука под названием расписание. Вам нужно расписание. То есть вы должны придерживаться. Каждый день 2, 3, 4 часа этому уделять. По-другому... Ой-ой-ой, каши вы не сварите, пацаны. Не сварите. Вот как я в свое время пытался, пытался. А потом реально, когда все пропали, ты остаешься наедине с самим собой. И задаешь себе вопросы. А смогу ли я? А хочу ли я? А что я? Я помню, я сказал тогда очень крутую вещь. Не претендую на звание великого мыслителя, но обычную жизнь, простую, как все. Я смогу прожить в любом случае. Любой из нас сможет взять и, например, завтра пойти устроиться работать менеджером по продаже. Кто-то скажет смог. А если человек немой? Опа. Тогда пойдет устраиваться на почту, на склад работы. То есть в любом случае это будет обычная стандартная жизнь. Поработаешь 3-4-5 лет, повысят тебя, за 10 еще повысят. Потом станешь каким-нибудь старшим колдовщиком, что-то будешь воровать. У тебя какие-то бабки будут и все, да. И вроде неплохо. Стандартная жизнь, да. Но, ну скажи, ну неужели вот где-то внутри нет мысли о том, что было бы неплохо цепануть своих близких, отвезти их, я не знаю, в Ялту, при этом ехать на С-классе? Пусть не на самом заряженном, 4-5-10-й, 18-го года. Ну неплохо, да? Согласись. В этом же нет ничего сверх такого. Действительно нет. Потому что я помню, что я задавался себе вопросом, смотрел на людей, которые ездят на машине. Причем я смотрел на какой-нибудь Volkswagen Polo и думал, блин, кем он работает? Это же сколько бабок нужно, кем они работают? Я не мог понять, откуда они все это берут? Откуда? Откуда у них эти бабки? Люди, которые живут в своих квартирах, а не съемных. Каким образом, блин, они заработали столько денег на свою квартиру? Как? Как у них это получилось? Вопросы. То есть реально у меня было очень много вопросов. Сейчас я понимаю, как? Прекрасно понимаю. Я тебе могу точно сказать. Вот как человек, который реально большую часть своей жизни, я не понимал вообще, да, как тут двигаются люди. Не понимал. А сейчас, слава богу, все понимаю. И точно могу тебе сказать, что это все реально. Вот хочешь верь, хочешь нет. Но я на себе проверил. Я прошел путь. Я сделал очень много работы над собой. И да, можно ездить на С-классе и возить свою семью в Ялту. Почему я сказал 18-го года? Потому что в 18-м году у меня был новый С-класс и я возил своих близких на отдых. На С-классе. И любой его сможет купить. Новый даже. Почему нет? Ну то есть нам вдолбили с вами. Иногда берет злость за то, что нас обманывали в школе. Нас обманывали родители, бабушки, которые нам говорили. Ой, туда не лезь, там небезопасно. Ой, там не рискуй, не нужно. Что? Да это что-то новое, непонятное. Иди на стабильную работу. Ну, я понимаю, что молодежь только из истории знает, что такое Советский Союз. И возможно, частично их затронуло это воспитание. Вот там бабушек, дедушек. Я все-таки знаю, что это такое непонаслышке. И, ну, кайфов там точно. Ну, я не буду дискутировать, да. Кто-то может фанат, но, пацаны. Всем, у всех все поровну. Мне это не подходит. Мне нужно больше. Вы поняли? И каждому из вас я тоже точно так же. Точно так же тоже. Желаю, чтобы было больше. Найдите время. Работайте над собой. Уберите ненужных людей из своей жизни. Они вас тянут вниз. Вот я балласт этот сбросил. А какой-то балласт сам с меня спрыгнул. И по итогу все типи-топи. Единственный минус это то, что крайняя сделка это минус 78 центов. Ну, ладно, я постараюсь это как-то пережить. Вот. Вот такой вот воскресный рассказ. Подытожить. Вы меня услышали. Бросайте нахрен этот балласт. Закрывайтесь. Если нет бабок, накопите себе чисто на хавчик. На полгода просто закройтесь. И начинайте это учить. Можете как-то подрабатывать онлайн дома. Ну, минимально, да, что-то. Вот такой вот путь я прошел. У меня он был такой. Я закрылся нахрен. Вообще всех послал. Несколько людей, с кем коммуницировал. Полгода, пацаны. Полгода. Я вам реально говорю. И все. Потом у меня пошли бабки. Я вернулся в жизнь. И все. Оно уже на автомате. Оно на автомате плыло. На автомате. И жить начал. И там. Долги у меня какие-то были минимальные. А, нет. Не минимальные. Были долги даже. Я их пораздавал сразу. Ну, то есть полгода я начал зарабатывать. Все начал раздавать. Вот такая вот ситуация. Поэтому желаю всем пройти такой период в полгода. И, наконец-то, прийти к своей мечте, как это когда-то сделал я. Пацаны. Верю в каждого из вас. Будьте здравыми. И помните, здесь зарабатывает 2%. И можно красиво так подвести и сказать 2%, которые находятся у меня в закрытой группе. Но это больше так прикол. Понятно, здесь много классной инфы. Но это не Граль, конечно. Ну, сразу ссылка в описании. Там все понятно. Все. Всем удачи. Во всех верю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Е-бой. Е-бой.